прежде прежде чем мы обсудим последний файл который мне прислали я бы хотел уточнить тут один момент здравствуйте 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 простите извините вот когда сидишь перед компьютером несколько часов и проводишь одну встречу за другой все это превращается какой-то сливается в один беспрерывный разговор здравствуйте конечно как вы поживаете вот сейчас я живу хорошо какой у вас был вопрос так сейчас секунду где-то у меня так 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 а вот нашла что такое сука цветок что что такое сука цветок какое у него научное название я тут перерыла все словари и не нашла где он растет и как он называется по-научному не припомню чтобы у меня где-то было можете напомнить контекст да тут у вас тут фраза и ваша дочь после этих слов расцветет как какой-то весенний сука цветок а это это не название цветка это просто старное слово он мог бы сказать и ваша дочь расцветет как какой-то весенний бля цветок хорошо тогда спасибо теперь это понятно так тогда давайте поговорим про про ваш последний рассказ про признание скажите я правильно понимаю что изначально в сборник этого рассказа не было да я решил вставить его в сборник последний момент отлично значит мой перевод будет эксклюзивным да мне очень приятно я ужасно рада так это монолог мужчины так и это монолог мужчина это я поняла я даже не знаю зачем я это уточняю у меня тут несколько вопросов и они касаются больше даже не столько перевода сколько контекста культурного контекста и разницы между нашими странами да да просто понимаете есть такие вещи которые переводятся есть которые не переводится и вот которые не надо найти какой-то подходящий аналог из жизни чтобы и наши читатели все правильно понимали ну например например ваш герой у вас тут написано что ваш герой смотрит порно иногда когда ему одиноко да написано что ваш герой смотрит порно иногда когда ему одиноко Вас это смущает? Смущает? Ну, вам кажется, это отталкивающим? Я с этой стороны даже не думала. Я скорее говорила о том, что в нашей стране хранение и пользование порнографии порнографии карается законом. Правда? Да, это уголовное преступление. И в случае проституции, и в случае порнографии у нас наказываются не только те, которые, так скажем, оказывают эти услуги, но и те, которые их покупают. И в свете вышесказанного хотите ли вы, чтобы у вашего героя возник такой криминальный контекст, что он нарушает закон? Иногда, когда ему одиноко. Да-да-да-да. Иногда, когда ему одиноко, он нарушает закон. Да, он смотрит бесплатное порно. В нашей стране порно можно смотреть бесплатно. Ну, это не важно. Ну, вы знаете, мой герой, он без всякого закона каждый раз чувствует, что совершает преступление. Так что давайте оставим так, как есть. А зачем смотреть порно, если чувствуешь, что нарушаешь закон? Это разве это не знаю, приятно? Зачем в вашей стране смотрит порно, даже если чувствуешь, что нарушает закон? Это сложный вопрос. И, знаете, мне сложно на него ответить. Ну, хорошо. Давайте тогда оставим эту часть без изменений. Дальше. Дальше про флирт на работе. Ненастоящий флирт на работе. Ненастоящий флирт на работе. Правильно ли я понимаю ситуацию? Давайте я вам перескажу, а вы меня поправите. Пожалуйста. Вот ваш герой работал в офисе. И однажды он вместе со своей коллегой придумал такую игру, будто у них флирт. Да. Им было скучно, да, и у них было много работы, дома были семьи, дети, и они так развлекались. Да, 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 да. И они каждый день перекидывались фразами, типа, сейчас не целуемся, у меня на обед было блюдо из чеснока. Блюдо, в котором содержался чеснок. А, не целиком из чеснока. Да, не просто так шутили. Но он был ее начальником, так? Какая разница? Ну, у нас это важно. Она была подчиненным, подчиненным по отношению к нему положения на работе, так? Ну, да, была, но это неважно для рассказа. Ну, то есть он выражал по отношению к ней сексуальный, сексуальный, вербальный харассмент. нет, нет же, он ничего не выражал, это просто была их такая забава, которой они разнообразили свою рутину. Один из них мог сказать, к примеру, я видел тебя сегодня во сне без одежды, это было норм, а другой мог ответить, на самом деле в реальности гораздо круче и идти заниматься своими делами. никакого харассмента. Ну, у вас же написано, что потом через несколько лет она как-то позвонила ночью пяная и рыдала, проклинала его и признавалась в любви, да? Да. Очевидно же, что для нее это общение было травмой, которая не отпускала ее несколько лет. Нет. что нет? Этот рассказ там не для этого. Герой рассказывает этот случай, чтобы объяснить, что ничего не понимает в отношениях, что их игра в ненастоящий флирт незаметно для героя повернулась влюбленностью для этой женщины из офиса. А наш герой этого даже и не заметил. А мне кажется, что он не заметил, что морально унижал свою подчиненную, оказывая в отношении к ней вербальную сексуальную агрессию. хорошо. Давайте вот этот кусочек просто напросто уберем. Я уберу позже, потом я вышлю вам новую версию. Что двигаемся двигаемся Давайте. Этот мужчина герой рассказывает, что пользуется таблетками для секса. Виакра. Вообще в вашем рассказе очень много про секс. Мой герой, понимаете, оказался в такой ситуации, когда он сидит запертый дома довольно долгое время. Он молодой мужчина, недавно развелся, и поэтому часто думает о сексе. Ну да. Как вы. Что как я. Он заперт дома, как вы. А, да, только у меня карантин, а у него... И у него карантин. Вот же, я не ошибаюсь, у вас тут есть такая строчка. Сейчас, когда я сижу дома, на карантине... Да? Я так написал? Второй абзац, да. А, да. да. Действительно. Да нет, пусть остается, это же всем понятная сейчас ситуация, карантин для всего мира понятный. Да, это очень понятно. И насчет таблеток я не очень поняла. Зачем ему таблетки? У вас написано, что они ему не нужны. Я тут запуталась. Они ему не нужны, потому что он может заниматься сексом и без них. А зачем он их пьет? Ну, он хочет, чтобы секс был гораздо дольше и чтобы он был не один раз, а несколько. Зачем? Ну, что зачем? Зачем ему больше? У он очень хочет произвести на женщину впечатление и пьет эти таблетки, от которых его сердце колотится, как сумасшедшее, и ему кажется, что он умрет? Я корректно перерассказала? Да. Ну, а зачем делать то, от чего нехорошо, а плохо? Потому что он думает о партнере. мне кажется, тут какой-то сбой в логике. Еще раз. Он хочет показаться лучше, чем он есть и делает то, что ему не нравится. Да. А почему он решил, что это хорошо для женщин? вы какие-то сложные вопросы задаете? Я просто хотела тут не пытаюсь разобраться. Какой-то очень нелогичный герой. Он просто нелепный и влюбленный. Влюбленный? Подождите про влюбленность. До влюбленности тут еще пару страниц. Нет, нет, он влюблен с самого начала. Весь этот рассказ признание влюбленного человека, который раскрывает свою душу в монологе, чтобы в конце задать этот вопрос. Он говорит все это женщине? Он рассказывает это женщине, в которую влюблен. Ого. Это было непонятно. Почему? Ну, мне кажется, он добивается других целей. Вы каких же? Давайте дойдем до финала, и тогда я вам отвечу. Я буду ждать вашего ответа. таблетки. Последний вопрос про эти таблетки. Быть лучше в сексе. Для него это то же самое, что я должен быть самым крутым, я должен зарабатывать больше всех, у меня гигантский член, я настоящий мужик и прочие все эти гендерные штуки. Да, при чем тут это? Он признается ей в этом, чтобы показать, какой он неуверенный в себе. Именно по причине неуверенности в себе он объясняется в такой закамуфлированной форме. А мне так не кажется. Мне не кажется, что он неуверен в себе. Наоборот, он пытается хвастаться и показать себя первоклассным самцом, но это у него не очень получается. Убрать этот кусочек тоже? Ну, если можно, уберите. Боюсь, это непереводимо. Хорошо, уберу. Все. Все. Дальше он говорит про его одиночество и это более-менее понятно. Одиночестве быть в одиночестве на карантине это действительно не очень приятно. Но мы с вами это понимаем, мы с вами это понимаем, потому что находимся ровно в такой же ситуации. Да. Мы с вами это понимаем, и если честно, это единственное место, где я начинаю понимать вашего героя. Я очень рад, что вы его понимаете. Что же ответите? На что? Ну, вы сказали, что в конце ответите на мой вопрос. Вы сейчас это сказали точно так же, как ваш герой в конце монолога. Он признается в любви и тоже спрашивает. А что же вы ответите? Я помню, я что-то написал. Да-да, мне просто показалось забавным это совпадение. И что ожидает ответить это? А вы сами как думаете? Что ответила героиня вашего монолога? Да, в конце к нему появляется сочувствие на это, но его очень трудно почувствовать, он какой-то слишком неуверенный и слабохарактерный? Нет, совсем нет. Мне кажется, он слишком самовлюбленный и самоуверенный. Я ничего не поняла из этого монолога про героиню, про то, что она чувствует, но я поняла, что главный герой просто ему хочет страхаться и ему не с кем. Да, нет же. но я говорю так, слышу. Хорошо, я понял. Извините. Да вам не за что извиняться. Это же моя работа. Это ваша работа. Это наша работа. Ну вот, как-то вот так вот. Да. Есть рассказ, рассказ лучше в сборник не вставлять. Да. Без этого рассказа сборник будет выглядеть только лучше. Понял. Попробую его направить куда-нибудь еще. Конечно. Я надеюсь, что ваш труд не будет бесполезным. Этот монолог оценит и полюбит в других странах, переводит на другие языки, но к сожалению, для наших читателей это слишком непонятно. Нет. Скорее неприемлемый. Неприемлемый. Да. Я понял. Ну что ж, спасибо. До свидания. До свидания. субтитры DimaTorzok